всем привет дорогие друзья вы на канале жизнь аквариума сегодня в нашем ролике я вам расскажу о 35 литровом аквариуме который у меня является на сегодняшний день самым старым аквариумом буквально недавно в январе 19 года ему исполнилось четыре года как я его запускал и этот аквариум примечательны еще тем что это мой второй аквариум который я запускал на грунте идеи амазония более подробно вы можете ознакомиться с запуском этого аквариума перейдя на наш канал и там есть специальный плейлист по запуску этого аквариума и так как я уже говорил грунт здесь использован был идея амазония и конечно же четыре года с момента запуска они дают о себе знать ну давайте более подробно теперь рассмотрим этот аквариум конечно за четыре года аквариум несколько раз менял свой вид однако при этом основа композиции осталось центром композиции тут выступают кусану веса в размерах этого аквариума он выглядит довольно объемно он не перемещался с момента запуска я несколько раз довольно сильно его прорежу что особенно примечательно куст растет практически под светильником то это нормально еще одна особенность которая развенчивает миф это то что меня живут креветки неокоридин и вишенки учитывая что куст анубиаса довольно старый крымса и его каждый раз при запрополке популяция креветки сохраняется продолжаю рассказывать о растениях этого аквариума отмечу что мне всегда хочется более разнообразить свой аквариум растениями посадить сюда как можно больше видов растений но учитывая небольшой объем этого аквариума сюда поместить удалось немного конечно я уже много раз что-то менял в этом аквариуме и еще буду менять в этом аквариуме я еще до сих пор не решил будет ли это опять-таки перезапуск или это будет какой-то редизайн было также мысль сделать из этого аквариума второй креветочник но все я это откладываю откладываю тем более что сейчас есть и другие интересные мысли по право другие свои аквариумы поэтому руки до этого аквариума все никак у меня не дойдут ранее тут очень плотно росли крипто карины на заднем плане слева однако я решил посадить на их место куст ириака улона сейчас куст неплохо подрос и уже надо его прорежут но я уже практически ничего тут не трогаю так как будет либо перезапуск либо редизайн справа от куста анубиаса мы видим кустик гиграфила многосеменной за ней притаилась гигантская валиснерия которая также сидит тут с момента запуска по переднему плану сидит также крипто карина и пару кустиков стрелолиста но учитывая что их затеняет куст анубиаса живется стрелолисту тут ну не очень хорошо и так перейдем к населению этого аквариума в этом аквариуме конечно же за время его существования население менялась несколько раз на сегодняшний день здесь живет 4 интернета и глухишь также здесь живет радостому с которой один у меня остался от стойки и также у меня живут здесь три меченосца которые выполняют ну помимо своей декоративной роли и рыбка это как вы знаете я люблю меченосцев она для меня интересно помимо этого они здесь поедают очень успешно бактериальную пленку с которой я кстати говоря устал бороться в этом аквариуме и вот вам такой небольшой лайфхак можно сказать если вы хотите не использовать скиммер в своем аквариуме или специальные фильтры со скиммерами заведите себе несколько живородок и они прекрасно справляются с бактериальной пленкой плавающей по поверхности вашей воды вашего аквариума ну и поговорим о том что здесь воздействие об оснащении этого аквариума. За фильтрацию тут отвечает внешний фильтр акваэль миникане 80. За все 4 года жизни этого аквариума фильтр не доставлял никаких хлопот. Единственное, что я хочу в нем изменить, это убрать циолит, который был в комплекте, и заменить его на керамические кольца, либо лаву. В качестве света тут используется светодиодный светильник сенсан на 14 ватт, который я заказывал в одном из китайских интернет-магазинов. Светит он довольно ярко, даже я бы сказал, чересчур ярко. Я не знаю, сколько он выдает люмен, но 14 светодиодных ватт это довольно сильный свет. Обрастание на анубиусе отчасти это его вина. Грунт, как я говорил в начале, идея Амазония уже исчерпал свой ресурс, но за 4 года он держит форму гранул и в нем корни растений чувствуют себя нормально, заеленности нет. Вода тут, как и в остальных моих травников, осмос пополам с водопроводом. Ну а теперь перейдем к самому интересному. Как вы видите, в целом аквариум этот выглядит неплохо. Да, тут нет сложных растений и да, здесь есть водоросли. Дело в том, что наличие водорослей меня здесь абсолютно никак не беспокоит и не волнует, потому что я прекрасно знаю причину их возникновения. Даже не одну причину, а несколько. Дело в том, что с момента запуска этого аквариума я практически сюда вообще не добавляю никаких удобрений. Да, на старте там первый год или два были у меня некоторые попытки добавлять сюда калий, но с течением времени я увидел, что в принципе на растения вот эти добавления калия как-то особо не влияют. То есть, что я добавлял сюда калий, что не добавлял на скорости роста или на внешнем виде растений это никак не сказывалось. Касаемо наличия здесь макро и микро, я скажу так, что нитраты здесь приблизительно держатся в порядка 10-15 в зависимости от того, как часто я делаю подмены. Ну и соответственно, да, нитрат может в течение дня меняться, как мы знаем. Фосфаты здесь все-таки с фосфатами немножко посложнее, потому что фосфаты здесь от нуля до единицы также у меня прыгают. Но несмотря на это, как вы видите, растение в принципе в целом аквариум выглядит нормально. Да, можно было бы его довести еще более до ума, но уже как бы я не хочу ничего здесь менять, пусть как есть так и остается, тем более меня он полностью устраивает. При этом тут довольно яркий свет и есть подача СО2. Газ СО2 помимо основной функции подкормки растений является естественным подкислителем воды. Вот такая магия грунта EDA. Если бы я его не запорол при старте этого аквариума жесткой водой, он бы работал до сих пор и по питанию, я думаю, и по удержению пиажа. Да, дорогие друзья, пронеслось четыре года, как я запустил этот аквариум и, конечно, картинка его мне немножечко уже, так скажем, ну подзамылился глаз и картинка поднадоела. Очень часто я занимаюсь этим аквариумом, делая здесь какие-то уборки, уход за этим аквариумом, осуществляя подмены. Всегда возникают какие-то мысли, какие-то идеи, но постоянно не хватает на это времени просто. Есть еще у меня, как вы знаете, три аквариума, один креветочник и еще два травника. В них тоже у меня генерируются какие-то идеи по пересадке растений, по редизайну. В одном из аквариумов, даже в двух своих оставшихся креветочниках я, ой, в двух травниках, уже в двух травниках, которые у меня существуют. Помимо этого я уже начал потихонечку делать редизайн. То есть, я потихонечку меняю картинки своих аквариумов, чтобы они просто и вам не замыливали глаз, да и мне тоже. Об этом мы с вами, конечно же, поговорим в следующих наших роликах. Ну, этот аквариум пока у нас будет иметь такой вид. Я пока его трогать не буду. Он будет у меня так существовать. Пока уж не решусь. Может быть, креветочник здесь еще один запущу. В общем, обо всем, конечно же, вы этом узнаете в одном из следующих выпусков на нашем канале. Ну, а я предлагаю вам подписаться, если вы этого еще не сделали. Поставить лайк или дизлайк, если вам не понравилось это видео. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, где мы сейчас обсуждаем все ваши вопросы, связанные с париумистикой. Я желаю вам удачной аквариумистике и до новых встреч на нашем канале Жизнь Аквариума. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok